12 декабря, когда вся страна отмечала один из главных государственных праздников – День Конституции Российской Федерации, в Бологовском музее имени Дубровицкого прошло очередное заседание клуба интересных встреч. В мероприятии приняли участие представители пенсионного фонда, социальной защиты, населения и прокуратуры. 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. В нашей стране впервые за ее историю был принят принципиальный новый основной закон, который признавал высшей ценностью человека его права и свободу. В музей имени Дубровицкого пришли люди, которые обеспечивают соблюдение конституционных прав граждан. Это представители пенсионного фонда, социальной защиты населения и прокуратура. У нас в Российской Федерации указан президент, утвержден единый общероссийский день приема права. То есть все у нас государственные, муниципальные, пенсионные фонды и другие структуры у нас объединены в один общий день, когда есть у нас вне графика. То есть и все направлено на нашу работу на то, что нам может обратиться любой человек по любому вопросу. Конкретно этот закон, если в двух словах сказать так, что он сохраняет все сохраненные пенсионные права, которые человек в работе. То есть те пенсионные пенсии, которые уже назначены, рассчитаны, люди получают, ни в коем мере не будут ни пересмотрены, ни уменьшены, ничего. То есть все пенсионные права этот закон сохраняет. Единственное, он говорит о том, что если при новом законодательстве с применением новых норм будет выгоднее расчет, то данный перерасчет будет сделан. Одним из условий комфортной жизни граждан является работа органов социальной защиты. Об этом присутствующим рассказала начальник территориального отдела социальной защиты по Балаковскому району Наталья Николаевна Шибаева. Представлено на нашей территории отдел социальной защиты населения, который занимается перечислением всех выплат, занимается приемом граждан для приема документов, для начисления выплат, занимается вопросами опеки и попечительства. Также на нашей территории работает комплексный центр социального обслуживания населения, который занимается на самом главном обслуживании граждан, занимается вопросами семьи и детства, социальной работы с семьей и детьми, и вопросами срочной социальной помощи. Это отделение само за себя, это так и называется, то есть срочная социальная помощь гражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Еще у нас работает реабилитационный центр для детей и инвалидов, социальный реабилитационный центр для подростков. Что касаемо законодательства, поскольку мы являемся все государственными учреждениями, конечно, мы в соответствии с Конституцией, в которой прописано, что наше государство является социальным государством, мы работаем строго по законодательству, которое соответствует строго нашей Конституции. Важно заметить, что заявленные конституционные цели, ценности и механизмы доказали свою состоятельность, помогли российскому обществу преодолеть трудности и выйти на путь устойчивого развития.